Владимир Николаевич, вот сегодня Вы присутствуете на тренировке, ну совсем, так сказать, очень слабая группа, да? Ну вот, и причем группа, которая рукопашный джюдо и так далее. На Ваш взгляд, вот это соединение техник джюдо, самбо с рукопашным боем, насколько это комбинировано? Это, во-первых, борьба, единоборство, они всегда переплетают. Чистого вида борьбы, в принципе, нету, наверное. Может, сумма, да как сумма, тоже там, где-то простили, подхватили, все что угодно там. Так что рукопашка, это микс такой, смесь всех видов единоборства, оттуда, оттуда, ребята. Самбо, видо, там мало ли что, там ударные техники, там из бокса, из карате, откуда угодно. Вот Вы сейчас показали одну технику такую, связанную с биомеханическими воздействиями, да, наверное, на тело. Вообще, вот такой принцип, это один из основных принципов, вообще, любых техник. Конечно, конечно. Дело в том, что, к сожалению, вот к сожалению, к моему сожалению, многие приезжают плохо, знаешь, я не скажу. Вот эти спортсмены, они сами находят это движение где-то во время борьбы. Раз, сделал, ох, запомнил. Это как вот Эврика, да, там, у Ньютона, яблоко, да, по голове, он осенил, да, закон с когатением. И здесь точно так же, во время борьбы, ты сам знаешь, иногда твой организм, твоя голова, как я говорю, твой внутренний компьютер, находит какое-то решение. Человек, конечно, его запоминает. Всегда запоминаются те вещи, которые ты придумал или нашел во время борьбы. Часто бывают, что спортсмены показывают, готовят, они это не понимают. Ну, они делают, но на сровальник не делают. Потому что это не его что. А вот когда он сам что-то находит, ну, это вообще плохо. Поэтому, это обязательно нужно эти вещи давать. И чем лучше спортсмены будут подготовлены, тем выше он будет результат. Когда он будет бороться не на дух, не на характер, как многие тренинги. О, характер, характер. А я знаю много людей, которые в жизни, в принципе, его сроки, но они за счет всех, и себя выигрывали более сильных, более, так сказать, злых соперников. Спасибо.